войдя под аккаунтом в домен под аккаунтом а кононов и на ств.доком смотрим у этого пользователя право доступа к сайту сейчас вошли в сайты к сайту первые шаги с google apps и такого сайта я здесь не вижу выходим из этого аккаунта заходим в аккаунт пользователя владеющего владельца этого владельца этого сайта алекс алекс кононов nstv.com находим этот сайт первые шаги с google apps и смотрим как здесь с доступом частный частный доступ только для меня для автора поэтому мы меняем этот статус личный доступ всем кому дано разрешение присваиваем сохранить и сюда вводим адрес а кононов а кононов nstv.du.com открываем доступ преподаватель кононов здесь появилась входим выходим из этого аккаунта и входим в аккаунт преподавателя кононова a.кононов nstv.du.com заходим выбираем в меню пункт сайты вот уже нашли первые шаги с google apps первые шаги с google apps первые шаги с google apps заходим в сайт все нормально здесь есть тест мы его заполняем напишите вашу фамилию моя фамилия кононов напишу латинскими буквами готова выхожу из этого теста из этого аккаунта хочу проэкспериментировать если я сейчас уберу разрешение как владелец сайта смогут ли алекс кононов это владелец сайта образования и вхожу сюда в сайты в сайты уже сразу вошел опять нахожу сайт первые шаги с google apps открываю а для одного пользователя как помните здесь было преподаватель вот здесь стоит крестик я ему закрываю нету больше а кононов и вхожу теперь как а кононов проверяю если у него доступ к этому сайту а . кононов и пароль он должен найти сразу сайты даже сайта этого нет то есть все закрыт доступ таким образом если мы вставим наш тест в какой-то созданный специально для такого тестирования сайт то мы можем предоставить время на какой-то доступ к этому ограничить время ответа на вопросы тестирования каким-то вполне конкретным временем скажем открыть доступ на полчаса предупредить всех студентов чтобы они были готовы в 13 часов откроется доступ или в 10 часов вечера и потом через полчаса закроется работает вот это вот это вот это вот это